По горячим следам обычно тяжело что-то говорить, но если коротко, то могу сказать так, что по большому счету игра равная была. В первом тайме мы качественно играли в обороне, хорошо переходили из обороны в атаку в ситуациях, когда игра требовала контроля мяча. У нас это тоже получалось, и один момент был в начале игры у Гелезидинова, к сожалению, не закончился голом, и штрафной мы опасно пробили, Локтеонов бил. Поэтому, что касается первого тайма, равная игра, и по второму тайму, могу сказать, до забитого мяча, который мы пропустили со стандарта, этот гол был забит не в результате какого-то розыгрыша или каких-то наших промашек тактических, а это было стандартное положение, которое закончилось голом, к сожалению. И после стандартного положения нам пришлось раскрываться в какие-то моменты, да, мы бежали вперед, и атаку не так сильно страховали, потому что нам нужно было отыгрываться, и у соперника были еще моменты. Поэтому, если так взять, то по мне равная игра, равная игра, в которой решил один стандарт. Еще моменты были, которые связаны с непонятными мне решениями, которые арбитр принимал, но не имеет смысла об этом говорить, потому что ничего не изменится, ни на что это не повлияет. Так же, как и по факту в Липецке мы не пропустили гол, а счет не в нашу пользу 1-0. Признают, что гола не было, но мы проиграли. В сложившейся ситуации нам сложно, но мы продолжаем бороться и делать все возможное и невозможное. Поэтому я хотел бы поблагодарить ребят наших, которые в такой непростой период и в таких непростых условиях, мягко говоря, они делают большой объем работы и дают максимум от себя. Пожалуйста, вопросы. Не было проблем, если раз было раньше? Ну, проблема какая, то, что, конечно, привычно прилететь из Астрахани до Москвы, из Москвы-Воронеж на самолете. Здесь мы вынуждены были ехать на автобусе. Комфортные условия, комфортный автобус. Ну, сами понимаете, в автобусе 12,5 часов. Это не так удобно, как на самолете. На мой взгляд, у нас команда физически хорошо готова. Это подтверждает не только сегодняшняя игра, когда в концовке матча мы стремимся переломить ситуацию и выправить, да, спасти игру и в прошедших матчах. Поэтому здесь проблем нет. Проблемы есть, что не хватает очков сейчас, которые мы будем добирать в следующих матчах обязательно. То есть это стандарт, кто упустил, еще как она и делал? Мне не хотелось бы делать крайних. Мы играем все вместе, у нас дружная команда, у нас один за всех и все за одного пропустили. Значит, кто-то упустил, я просто сейчас не готов ответить, потому что я не смотрел эпизод. Субтитры сделал DimaTorzok